Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Сегодня я хотел бы поговорить на тему закона и благодати. Как вам тема? Хорошая, да? Да. Это, ну, наверное, больше о законе. Все-таки больше о законе. Закон – очень странное слово, и нами оно воспринимается не всегда правильно, к сожалению. Почему? Это связано, в общем-то, с тем, что больше у нас греческое мышление, чем еврейское. И когда мы слышим слово «закон», это в голове рождается определенный свод каких-то правил, которыми мы должны следовать. Ну, сегодня немного об этом уже говорилось. Спасибо, мне будет легче, вы уже понимаете, что такое закон. И в Новом Завете, который написан, в общем-то, на греческом, кроме одного Евангелия, Евангелия от Матвея, которое тоже было переведено потом на греческий язык, мы видим слово, которое называется «номос». И всегда в переводе 70-ти Танаха тоже слово «торо» переведено всегда этим словом «номос». Закон. Все корректно. Но, наверное, тогда справедлив и обратный перевод. Если мы встречаем слово «номос», то мы понимаем, что в тексте находится слово «торо». Но с «торо» несколько сложнее, чем с «номосом». Потому что «торо» — это не только свод правил и законов. Это также и учение. То есть смысл слова «торо», он несколько шире, чем смысл слова «номос» или закон, к которому мы привыкли. И в этом смысле у нас есть злая шутка. Когда мы слышим закон или видим, читаем закон в тексте, то прежде всего мы подразумеваем для себя, что речь идет о законе Моисея. То есть читаем закон, понимаем закон Моисея. Если удобно, закон Божий, все равно придем к закону Моисея. Окей. Поэтому я хотел бы открыть Матвея 5 главу 17 стиха. Я буду читать. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Истинно, истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей своих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Если мы посмотрим внимательно на эти стихи, то при ближайшем рассмотрении в них есть конфликт. С одной стороны, мы видим, что Христос говорит о неком почтении законы даже до последней, самой маленькой буквы йота. С другой стороны, Он говорит, ну, ничего страшного, если вы будете нарушать этот закон. И даже других будете учить нарушать. Спасение вы, ребята, при этом не потеряете. Да, вы войдете в Царство, но будете малейшими, но все равно вы будете в Царстве. И здесь, в общем-то, для меня когда-то, когда я читал, я не понял, так, как же с законом. Ни одна лёта, ни одна черта. И, ну, если не исполняете, то, в принципе, ничего страшного. Пока я не столкнулся с одним высказыванием, когда один еврей говорит, ну, это вот его Тора, а это моя Тора. Я говорю, подождите, насколько я понимаю, Тора, она? Он говорит, нет. Учения о законе, их множество. И у каждого может быть своя Тора. Да, закон или хумаж, пятикнижие Моисея, оно единое. Но людей, которые толкуют его и учат, достаточно много. И у каждого может быть своя Тора. И Вишуа, обращаясь к людям, говорит, не думайте, что я пришёл нарушить учение или пророчество. Не нарушить пришёл я, но... При таком прочтении идёт речь о том, что он пришёл исполнять закон Маше. Его задача была исполнение закона? У него были другие задачи, другие цели. И он говорит, не думайте. Почему? Потому что некоторые люди, оказывается, могли так думать. Но к своим последователям он обращается и говорит, не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророчество, или учение и пророчество. Не нарушить пришёл я, но исполнить. И когда мы будем читать Евангелие, то мы увидим, множество раз повторяется, дабы исполнилось написанное, исполнилось пророчество. То есть вся его жизнь на этой земле была чередой исполнения пророчеств о нём. И он говорит об этом. Я пришёл исполнить учение и пророчество. И дальше он говорит, ибо истинно, говорю вам, доколе не придёт небо и земля, ни одна льота, ни одна черта не придёт из учения, пока не исполнится всё. Он говорит о некой эскатологической картине мира. И он говорит, все эти пророчества, они исполнятся, а потом наступит конец. И, кстати говоря, нужно понимать, что учение о воскресении мёртвых – это учение, которое было в иудаизме. Если вы помните, когда он приходит, и Лазарь умер, его встречают, все плачут. Он говорит, да не переживай, воскреснет. Он говорит, знаю, Господи, что воскреснет в последний день. Он говорит, никаких проблем нет. Мы все это знаем. Говорит, не-не-не, я есть воскресение и жизнь. То есть учение о воскресении, о конце мира – это учение, которое присутствует в иудаизме. И он говорит, что я пришёл исполнить пророчество, исполнить это учение, и небо и земля будут стоять на этом месте, пока не исполнятся все пророчества. И потом он говорил, итак, кто нарушит одну из заповедей из своих малейших и научит так людей, тот малейшим нарешётся в Царстве Небесном. Он говорит, вопрос спасения – это вопрос веры, а не исполнения. Закон давался не для спасения. Закон не давался для оправдания. Закон давался для жизни. Закон не давался для спасения или оправдания. Закон давался для жизни. Первая глава Ишуа Беннун, или Иисуса Навина, 8 стих. «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять её, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот для чего дан закон, вот для чего дана книга. Но не для того, чтобы оправдаться через неё и обрести спасение. Если бы это было так, то Ишуа не нужно было бы приходить на эту землю и умирать, потому что был закон, могли оправдаться законом. Но, к сожалению, перед законом не оправдается ни одна плоть. Поэтому закон даётся для жизни, а не для оправдания. И здесь говорится о других вещах. И когда мы говорим о законе или читаем слово «закон», то понять, о чём идёт речь, возможно, только из контекста. Знаете, есть такое хорошее слово русское «лук». «Лук». Хороший жест. Покажи ещё раз. Ага. Я чищу лук так, что слёзы бегут с глаз. Твой жест как-то совпал с тем, что я говорю? Ну, то есть я говорю «лук». Я сразу стрелу. Сразу стрелу. А на кухне лук как? То есть мы можем понять из контекста, о чём идёт речь. Точно так же, читая текст Нового Завета, мы не всегда понимаем, о чём идёт речь. И когда ещё говорит своим последователям о том, что «не думайте», он завершает этот отрывок очень странными словами. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». Откуда у книжников и фарисеев праведность? От исполнения закона Моше. Они имели праведность путём исполнения закона Моисея. И нам, верующим Нового Завета, говорят, а ваша праведность должна быть выше их. Я слышал, а во Христе я имею его праведность. Да, но здесь не идёт о его праведности речь. Здесь идёт речь о моей праведности. И она должна быть лучше, чем праведность тех людей, которые ходили под законом Моисея. И достаточно суровый приговор, если она не превзойдёт. Не можете войти в Царство Небесное. Закон. Я хотел бы посмотреть в Римлян 4.15. «Ибо закон производит гнев, потому что в гневе закона нет и преступления». И Римлян 5, глава 13 стих. «Ибо это закон, а грех был в мире, но грех не вменяется, когда нету закона». Помните, я вас предупреждал, что есть определённая игра у нас в голове, «Когда мы читаем закон, мы представляем себе закон Моисея». И когда мы читаем эти стихи, в голове у некоторых людей возникает такая идея. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Человек говорит, ну да, конечно, было время, когда не было закона Моисея. «И когда не было закона Моисея, чего не было?» «Преступления». «Ибо и до закона грех был в мире». О, до закона грех был, но грех не вменяется, когда нету закона. Но уж было время до закона Моисея, когда грех не вменялся. Такого времени не было. Адаму грех вменялся? Ну и дальше длинный перечень. Тех, кому грех вменялся, до закона Моисея. И апостол Павел говорит вообще, доносит до нас другую мысль. «Ибо закон производит гнев. И нету такого места, и нету такого времени, когда не было бы закона». Закон, он был всегда. От момента сотворения мира существовал закон. Заглянем в первую главу послания к римлянам, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истинную неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог любил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира». С какого момента? От создания мира через рассматривание творения видимых, так что они безответны. То есть закон, он существовал от сотворения мира. И Бог являет свою вечную силу и Божество для человека, чтобы человек следовал его путям. И во второй главе, в 11 стихе, автор послания говорит, «Ибо нет лицеприятия у Бога, те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то ввиняющие, то оправдывающие одна другую». Есть некий закон совести, который заключен в сердце человека с момента сотворения мира. И вы знаете, этот закон, он работает очень просто. Когда я был маленьким, и я делал то, что папа говорил мне не делать, я быстро делал домашние задания, убирал в квартире, готовил ужин и ложился пораньше спать. Ну все, я сплю, выключил свет и сплю, все. Каким-то странным образом папа заходил в мою комнату, невзирая на то, что ребенок спит, включал свет, садился рядом со мной на кровать и задавал мне вопрос, который я меньше всего в жизни хотел слышать. Я говорю, случайно, ты не сделал вот этого? И я думал, откуда? Откуда он знает? Почему? Нельзя было спросить что-то другое? Как дела в школе? Сделали ли ты домашнее задание? Ну вот все, что я сделал, вот нельзя было про это спросить? Он спрашивал именно то, что я не хотел, чтобы он спрашивал. И когда я стал отцом, и я приходил домой, и мои дети не бежали меня встречать, я знал, что их спросить. Я точно знал. Пришло время неприятным вопросом. От Адама, который согрешил и спрятался до сегодняшнего дня, ничего не поменялось. Закон, он действует в сердце человека. И даже вот такие вот, работает. Закон совести, он работает. И поэтому Гребешул говорит, послушайте, те, кто вне закона согрешили, они вне закона осудятся. Закон, он действует в наших сердцах. Знаем хорошо мы Тору, действует. Не знаем Тору, он тоже действует. Но лучше, в общем-то, знать. Если вы хотите поступать благоразумно и быть успешным, то лучше все-таки Тору, очевидно, знать. Итак, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Дальше он говорит в Матвея 7 глава 23 стих. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, а дойдите от меня, делающие беззаконие. Подождите. Если мы там будем читать, то вы увидите. Не твоим ли именем, Господи, Господи. Многие чудеса творили, исцеление делали. Все было хорошо. А он говорит, я никогда не знал. Были ли эти люди разжены свыше? Точно да. И я точно знаю, что да, по той простой причине, что они делали очень специфическое действие. Они бесов изгоняли. Когда некоторые люди, сыновья первосвященника Стевы, попробовали знать бесов именем Иисуса, которого Павел проповедует, бесы сказали, Иисуса знаем. Павел тоже. А вы кто такие? И была большая беда у этих ребят. То есть, эти люди, они делали чудеса. Но важным моментом было, что они и бесов изгоняли. И я когда изучал этот текст, я обратил внимание на смысл того, что Иисус говорит, «Я никогда не был близко знаком с вами». Он их знал, но не было близости в этих взаимоотношениях. Почему? Потому что вы делали беззаконие. Он предъявляет своим ученикам требования. Требования. И это очень простое требование. Быть послушным Его Слову. А если нет, очень люблю один анекдот. Великой Отечественной войне. Надо идти в атаку. Политрук собирает всех людей. И говорит, «Напишите все заявления в коммунистическую партию». «Если я погибну, то считайте меня коммунистом». Идтик сидит и не пишет. Политрук к нему подходит и говорит, «А ты почему не пишешь? Садись, пиши». Он говорит, «Хорошо». Садится и пишет. «Если я погибну, считайте меня коммунистом. А если нет, то нет». Здесь то же самое. А если нет, то нет. Если не исполняете закон, то праведность ваша, она не превзойдет праведности книжников и фарисеев. И не можете войти в Царство Небесное. Я понятное вещь говорю? Не всякие говорят, что мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Моего. Многие скажут в тот день, Господи, Господи. Многие. Знаете, один проповедник говорил, когда мы придем на небо, мы удивимся трем вещам. Мы увидим тех, кого мы не рассчитывали здесь увидеть. Второе. мы увидим тех, кого не хотели бы здесь видеть. Говорит, третье. Многие удивятся, что мы здесь делаем. все очень удивительно. Все очень удивительно. Многие придут и скажут, они рассчитывали туда попасть. И они говорят, не-не-не, отойдите от меня. Делающие беззаконие. Тема закона, тема суда, она очень много раз поднимается, вы не поверите, в Новом Завете. В большей части мы думаем, что тема закона, она относится, ну, к тому завету. Никакого отношения. Мы не под законом, мы... А первую часть стиха случайно не помните? Интересно, да? Это же вы цитируете вторую часть стиха. А первая? Это нормально. Послушайте, это нормально. Я множество раз проверял, как это работает в нашей голове. Удивительные вещи. Удивительные вещи. познаете истину, и истина сделает вас... А предыдущий стих вообще не помните? Иоанна 8 глава. Так чего там было? Читать не надо, надо помнить. Если вы пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. И... Дальше мы помним хорошо. Но там говорится, если... Если я погибну, считайте меня коммунистом. А если нет, то нет. Если условие исполняется, тогда да. А если условие не исполняется, тогда извините меня. Римлян 6, 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но... А если грех, извините меня, господствует, то вы не под благодатью. Я простые вещи говорю, да? Ну, неприятные. Лучше про благодать. Закон – это очень странная штука. Галатам 5, 18. Если же вы духом водитесь, то вы не под... А если нет, то нет. А если нет, то нет. Если духом водитесь, нормально, все хорошо, не грешите, грех над вами не господствует, и вы под благодатью. А если нет, то нет. Огромный вопрос. Что с законом? Огромный вопрос. И в мессианском служении ломаются копья на тему закона Моисея, как он перекочевал в Новый Завет, в каких частях, что ритуальная часть осталась позади, нравственная часть перекочевала в Новый Завет и так дальше. Ну, в общем-то, евреи пошли дальше, они препарируют закон более тщательным образом, они отличают заповеди, которые касаются священников, в левитов, заповеди, которые касаются мужчин, заповеди, которые касаются женщин, они отличают, в общем-то, когда храм есть, когда храма нету. То есть они препарировали намного более подробно. Закон трудно препарировать таким образом, как он нам нравится, потому что закон был дан как данность одномоментно, и сказали, ничего там трогать не надо. Ничего трогать не надо. Не добавлять, не убирать. Он дается определенному народу, который отправляется в определенную землю и описывает устройство данного народа, живущего на данной земле в период действия закона Синая. Но когда вы вышли за пределы закона Синая, закон Синая уже, извините меня, не работает. Я живу в Израиле. Но если я нарушу закон Украины, то меня будут судить по израильским законам. Я говорю, смотрите, я же гражданин другой страны. Он скажет, не имеет значения, нарушил ты закон здесь и будешь судим здесь. Мы живем в Новом Завете и будем судимы по закону Нового Завета. Закон Нового Завета, он очень интересен. И в обетовании Нового Завета обещали, что закон сменит место его пребывания. Ереме 31-го гнала 31-й стих 2-й и 3-й. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, которые говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. Вы не под законом, потому что закон должен быть в сердце. Вы не под ним, потому что он в вас должен быть. И если мы говорим, что закона нету, то очевидно мы не находимся в Новом Завете, потому что обетование Нового Завета это закон в нашем сердце. А если закон испарился, то о чем мы говорим? О каком тогда Новом Завете идет речь? Обетование заключения Нового Завета с домом Израиля и дома Иуды заключается в том, что закон сменит место своего пребывания. Он будет в нашем сердце. Итак, Евреям 7 глава, 12 стих. Потому что с переменой священства необходимо быть переменой закона. Нельзя взять закон Моисея и перенести его в Новый Завет, потому что в общем-то написано с переменой священства перемена закона. Когда мы читаем послание Иакова, он говорит, а кто вникнет в закон совершенный? Закон Моисея был законом совершенным? Нет. А кто вникнет в закон совершенный, закон свободы? Закон Моисея был законом свободы? Нет. И пребудет в нем, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вторая глава восьмой стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как самого себя, хорошо делайте. 2.12. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Закон совершенный, закон царский, закон любви, закон свободы. Это не те эпитеты, которые можно применить к закону Моисея или к закону Моше. это то, что можно употребить только к тому закону, который мы получили во Христе. Я понятно решаю? И до пришествия веры вы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. 24. Итак, закон был для нас детоводительным ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Итак, закон Моше, он дан до определенного времени, как детоводитель. Детоводитель это очень странное выражение или очень странная должность или позиция, с которой сегодня, пожалуй, мы не встречаемся. Это были специально обученные люди, как правило, рабы, которые наставляли детей до определенного возраста. Они обучали их принципам жизни. И нужно сказать, когда вы воспитываете детей, вы издаете, хотите вы или нет, определенные правила их поведения или определенные законы. Но эти все законы, которые вы даете своим детям, они основаны на одном великом принципе, чтобы ребенок себе не навредил. В различных семьях различные законы, но принцип при этом всегда один и тот же. И когда мы смотрим в закон и не видим принципов, это говорит лишь о состоянии нашего младенчества. Мы видим только заповедь нельзя, нельзя. Можно или нельзя. То есть мы, когда видим вот эту часть, не видя принципов, то мы еще младенцы. Всевышний открыл два величайших принципа, которые мы должны увидеть через рассматривание заповеды. Возлюби Господа Бога твоего все силы, все крепости и всем разумением и второй возлюби ближнего. Если глядя в закон Маше, мы не видим этого, то это младенчество. Понятная мысль? Мы можем долго обсуждать о том, что надо, чего не надо. Я говорил, послушайте, закон был дан не для исполнения. потому что когда вы делаете что-то, не понимая, что вы делаете, вы достаточно долго не сможете этого делать. Ну, я экспериментировал, я просил людей поднять руку, потом ее опустить, потом поднять, потом упустить. Через достаточно короткое время они останавливаются и говорят, что ты имеешь в виду? Для чего мы этим занимаемся? Я говорю, ну, для того, чтобы этим заниматься. что с тобой не так, мужик? Какая цель? Я понятное решение говорю? Закон был дан для определенных вещей, чтобы привести человека в присутствие Всевышнего тем путем, который он назначил до того времени. Вы туда не можете сегодня прийти, потому что путь новый и живой, там другой путь, другая дорога. И когда вы стоите на этом пути, то вы никогда не приходите к той цели, для которой он дан. Вы поднимаете и опускаете эту руку только для того, чтобы поднять ее и опустить. Вы никогда не достигнете цели. Я понятное решение говорю? И проблема в том, что те, кто кто был в начале пути понимали это. А мы зачастую этого не понимаем. И это в большей степени касается мессианских общин, которые стараются стать на путь закона Моисея. К сожалению, не понимая, что мы стоим на пути новом и живом. И нет никакой проблемы, если вы исполняете то, что вы считаете нужным исполнять. В этом нет никакой проблемы. Проблема возникает в том, когда вы других заставляете это делать. Сами, да ради Бога. Вы хотите исполнять кашрут на здоровье, но вы при этом никогда не будете исполнять закон о чистоте, что вы не можете исполнить закон о чисто и нечистой пище. Но если вы хотите исполнять кашрут, да пожалуйста. Но когда вы других заставляете это делать, в этом есть проблема. Итак, Деяние 15-го глава, очень непростое время, очень непростые вопросы, которые поднимались, и там наконец-то на Первом Иерусалимском соборе решили, посему я полагаю не затруднять, обращаясь к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осверленного идол, от блуда, удавленного и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. А даже помните, что написано? Я не сомневался, что пастор помнит. Рэба, я не сомневаюсь, что вы знаете. Меня больше интересовала другая часть аудитории. они говорят, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. О чем это они? Они прекрасно знали, что невозможно из беззакония прийти в благодать, минуя закон. Почитайте послание, не обманывайтесь, братья, пьяницы, битин, и там перечень такой, кого, как это может к братьям так обращаться? Он говорит, братья, мужеложники, скотоложники, он говорит, братья, вот такие братья, вот так они благодать поняли. И он говорит, идите в синагогу, там вас научат, что так нельзя поступать. Закон давно уже объяснил, что так жить нельзя. Вы просто неправильно поняли слово благодать. Вы нуждаетесь в слове закон. И когда вы возрастете под руководством этого детоводителя, тогда вы поймете слово благодать. И закон добр и хорош. Заповедь прекрасна, чиста для тех, кто законно ее употребляет. И поэтому, когда вы духом водитесь, вы не будете грешить. И вы будете исполнять закон царский, закон любви, закон свободы. А если нет, то нет. тогда вы не под благодатью, тогда вы будете судимы. И тогда Он скажет вам, делающие беззаконие. Поэтому пусть Бог благословит нас быть не просто слушателями, но и исполнительными Его слов. Аминь. Моя Израэль, Адонай, Елой, Субтитры создавал DimaTorzok